Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Александр Артамонов. Здравствуйте. И я, Сергей Худеев. Субтитры создавал DimaTorzok Ответ Синодальной Библейско-Богословской комиссии. Он содержит рассмотрение некоторых взглядов Алексея Ильича. Но, что важнее, что, мне кажется, более интересным, более существенным, он содержит подтверждение некоторых православных взглядов, которые, ну, были не вполне ясны, вызывали полемику между сторонниками Алексея Ильича и его противниками. И я думаю, что тут можно на некоторых вопросах остановиться. Там затрагивается ряд очень важных тем. В частности, такая тема, как тема искупления. Например, вот о догмате искупления. Это третий пункт письма. И говорится, что достаточно корректно, достаточно мягко по отношению к Алексею Ильичу. Но подчеркивается, что православное богословие, не принимая крайности юридической теории искупления, всегда признавало догмат искупления одной из фундаментальных основ христианского учения о спасении. Раскрытие этого догмата содержится как в творениях отцов и учителей Древней Церкви, так и в святоотеческом наследии позднейшего периода. Также в авторитетных вероучительных сочинениях 17-19 веков. В Священном Писании Нового Завета подвиг спасения человеческого рода, совершенный Господом Иисусом Христом, неоднократно именуется искуплением. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Или мы имеем искупление крови Его, Христос искупил нас. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, и было куплено дорогою ценой. Константинопольский собор 1157 года по вопросу об искуплении вынес следующее определение. Владыка Христос добровольно принес себя в жертву, принес же себя самого по человечеству, и сам принял жертву как Бог вместе с Отцом и Духом. Богочеловек Слово вначале, во время владычных страстей, принес спасительную жертву Отцу, самому себе как Богу и Духу, которыми человек призван от небытия к бытию, которых он и оскорбил, приступив заповедь, с которыми и произошло примирение страданиями Христа. Именно в таком ключе, с учетом всей многовековой православной традиции толкования искупительного характера, жертву Христовой, и следует раскрывать данный вопрос. И вот мы видим, как тут проявляется соборная мудрость Церкви. Этот документ не столько атакует Александра Ильича Осипова, это человек, который многое сделал для Церкви, человек почтенный, уважаемый, и цель этого документа ни в коем случае в него ни камнем кинуть. Цель документа напомнить некоторые очень важные истины, в частности истинное искупление. Я помню, как у нас долгое время шла полемика относительно юридического и органического понимания искупления. Юридическое понимание искупления, оно делает упор на том, что Христос умер за наши грехи, понеся на себе нашу вину, понеся на себе наше наказание. Органическое понимание подчеркивало то, что Христос является исцелителем, исправителем нашей природы. И вот если обращаться к святоотеческому наследию, читать его подряд, то там мы видим оба образа, которые используются для описания искупления. Сергей, ну искупление как концепт, как доктрина, скажем так, принимается же, наверное, не только православием, но и катарицидом тоже. Да, и тут важно какую отметить вещь, что искупление – это центральный догмат вообще священного писания. Конечно же, были, знаете, вот в эпоху Реформации там явились какие-то еретики, которые отрицали искупление как таковое, говорили, что все дело в том, что Христос нам пример показал, и мы спасаемся тем, что следуем его примеру. Но они как-то сошли со сцены довольно быстро. В пятом веке был такой еретик Певагий, который учил, что человек может и должен добиться спасения личными усилиями, следуя примеру Господа Иисуса Христа. И поскольку, если мы спасаемся личными усилиями, тогда вообще сатирологическое значение жертвы Христовой оказывается не очень понятно, зачем. Зачем тогда Христос умер на кресте. И это приводило к восприятию крестной жертвы Спасителя как некого примера, который был показан, что вот Христос терпел и нам велел. И, конечно же, есть такой момент в крестной жертве Спасителя. Он действительно показывает пример, он оставил нам пример, чтобы мы шли по стопам его. Это есть в Писании, но крестная жертва Спасителя имеет гораздо-гораздо большее значение. Я только напомню, дорогие братья и сестры, что в эфире авторский час Сергея Львовича Худиева. И что вы можете звонить ему по номеру телефона 8495-959-5939. Я еще раз повторю, 8495-959-5939. Или направлять ему смс-ки, вы найдете все необходимые данные на нашем сайте. Ну, если нам вспомнить, о чем шел спор, когда говорили о различных концепциях искупления, была группа людей, которые в полемике с западным христианством несколько занесло, они стали отрицать заместительное искупление как таковое, чисто латинское учение. И проблема тут в том, что отрицание заместительного искупления, это то, что появляется у германских либеральных протестантов в конце XIX века. То есть это само по себе учение неправославного происхождения. И если мы посмотрим на антикатолическую полемику православных авторов, греческих там в частности, или русских, до конца XIX века, то мы увидим, что никаких упреков католикам по поводу именно заместительного искупления не предъявляется. То есть люди перечисляют различия, которые у нас есть с католиками, подробно их рассматривают, критикуют католические взгляды, но среди этих критикуемых взглядов не упоминается вообще юридическое доктринное искупление. То есть сам вопрос о том, что в заместительном искуплении есть что-то не то, что-то неправославное, он ставится не раньше конца XIX века и скорее под влиянием именно неправославных течений, ну в частности в западном протестантизме, именно либеральном протестантизме. И вот то, что в этом отношении внесена ясность, это очень хорошо, потому что действительно, если мы обратимся и к священному писанию, если мы обратимся к святым отцам, мы увидим, что там именно момент заместительного искупления, то, что Христос умер за наши грехи, понеся на себе нашу вину и наше осуждение, он там совершенно четко присутствует, и это важная часть и библейской, и отеческой веры. Я надеюсь, что раз такое разъяснение дано, у нас вопрос этот рассосется, и люди уже воздержатся от того, чтобы поспешно объявлять ту веру, которая выражена, например, в катехиесе митрополита Филарета каким-то заблуждением, каким-то латинским влиянием, потому что, ну, например, у Филарета прямо сказано, что крестная жертва Христа позволяет Богу отпускать наши грехи без оскорбления правосудия. То есть, именно момент того, что Христос умер за наши грехи, и в этом совершилось Божие правосудие, и благодаря этому наши грехи могут быть отпущены, это то, во что Царковь верила всегда, и то, что столкнулось с определенным неприятием, определенным отвержением только очень-очень недавно. То есть, первые возражения против юридической концепции искупления, они появляются где-то в конце XIX века и получают распространение еще позже. Вот то, что Церковь отметила этот взгляд на искупление, это очень хорошо, очень вовремя, и можно этому только порадоваться. Это ни в коем случае не отрицает того, что Библия и отцы также используют и, ну, так сказать, медицинские образы. Христос говорит, что нездоровые нуждаются у врачей на больные. Действительно, традиционное достаточно толкование притчи о милосердном саморянине, что милосердный саморянин есть сам Христос, который оказывает помощь больному израненному человеку. Но в святоотеческой литературе действительно Христос много раз именуется врачом, и это очень глубоко укорененный образ, и в литургическом предании Церковь он везде присутствует. И, конечно же, совершенно верно и правильно и справедливо говорить об Иисусе Христе как о враче и целителе. Это абсолютно сообразно православному преданию, но также ему сообразно говорить об Иисусе Христе как об искупителе, как о том, кто умер за наши грехи, потому что мы заслуживали смерть. И это абсолютно традиционный взгляд на искупление, которое мы находим и в Писании у отцов. И я бы даже начал, обратил внимание, что мы можем задаться вопросом, как сам Христос понимал свое искупительное служение, вообще, зачем он, как он сам это видел. И мы видим, что Христос, когда он говорит о своем служении, он ссылается на книгу пророка Исаии, 53 главу, ибо должно свершиться надо мной и сему написанному, и к злодеям причтен. Этим он обращается к 53 главе Исаии. 53 глава Исаии говорит, что он мучен был за грехи наши и изъязвлен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть, сам Христос видит свою миссию в том, что он изъязвлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Это очень важный аспект нашей веры. Очень хорошо, нам стоит порадоваться, что Церковь его подтвердила. А есть еще ряд вероучительных моментов, которые затронуты в этом документе. И я советую, конечно, его просто прочитать. Ну вот, о вечности адских мучений, о таинстве Евхаристии, о крещении младенцев. И все это содержит определенные, очень важные богословские моменты. И я знаю, что для многих проблемой является учение Библии о вечности адских мучений. И это было предметом критики христианства со стороны его противников очень давно. Я помню, когда я был еще советским школьником, у меня была какая-то книжка, где был сборник всяких таких атеистов, предшественников, значит, марксизма и ленинизма. Там был какой-то французский просветитель, не то Дидро, не то еще какой-то. Товарищ, который говорил, что невозможно себе помыслить существо столь немыслимо жестокое, чтобы оно мучило людей в вечность, к тому же без всякой цели и выгоды. И на это надо сказать, что такое представление является, конечно, карикатурным. Но надо сказать, что Христос в Евангелии, этого из Евангелия не выкинешь, это там есть, Христос постоянно предостерегает людей от опасности вечной гибели. Вот это в Евангелии есть, оттуда не выкинешь. И надо понимать, что Христос, когда Он обращается с таким предостережением, Он делает это из любви к людям, чтобы люди спаслись. Здесь воплощенная любовь обращается с таким предостережением, и Господь призывает нас ни в коем случае не заигрывать с грехом, а становиться на путь покаяния для того, чтобы этой беды избегать. Но мы об этом немножко подробнее поговорим, а пока у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы вообще, в принципе, относитесь к такому явлению, как обсуждать кого-то или что-то, точку зрения кого-то без его присутствия, не ведя с ним непосредственно диспуты, не выслушивая его аргументы? Это первое. Второе. Огромная просьба к вам быть повнимательнее. В начале передачи, еще только началась передача, вы уже неправильно исказили имя Алексея Ильича Осипова. Сказали, место работы его совершенно не то. Я думаю, вам бы тоже не понравилось, если бы вас назвали люди, которые вас хорошо знают, например, Владимиром Ильичом и учителем начальной школы. Спасибо, извините. Наша цель здесь не обсуждать Алексея Ильича, и я хотел бы подчеркнуть, что я вот лично к нему отношусь с большим уважением. И документ, который мы рассмотрели, он важен не тем, что он... Там, кстати, нет каких-то осуждений, там нет каких-то порицаний, там нет каких-то анафем. Это очень такой богожевательный, позитивный документ. И этот документ важен тем, что он напоминает о том, во что учит церковь. Вот цель документа не в том, чтобы с кем-то ругаться, не в том, чтобы кого-то порицать. Цель документа в том, чтобы разъяснить вероучение церкви. И вот это, я думаю, важно, и мы стараемся просто этой цели документа последовать. У нас есть звонок, да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите меня за дергость. Вы слишком юная для того, чтобы обсуждать Алексея Ильича Осипова. Ну, я еще раз скажу, что я не обсуждаю Алексея Ильича Осипова. Ни в коем случае. Не мое дело. Сергей, это комплимент, эта женщина же говорит, что вы. Это абсолютно не мое дело обсуждать этого достойнейшего человека. Я просто говорю о том, что церковь выступила с определенным разъяснением касательно некоторых важных аспектов церковного вероучения. А, простите, полимизировать со святым Фомой Аквинским можно? Он как-то жил несколько столетий назад. Мы же вообще еще не родились. Ну, понимаете, дело тут не в том. Опять-таки, этот документ не про Алексея Ильича. Про учение церкви по тем или иным вопросам. У нас же беззлобно делается. То есть, это не осуждение в его адрес, это не анафема, это не какие-то нападки, это какая-то критика. Это просто напоминание о том, что таково учение церкви. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Можно я скажу, кто он задал вопрос? Ну, первое, вот я просто всем хотела бы напомнить, что вообще идет Великий пост. И заповедь, которая всем известна, не следите, да не следим и будете. Поэтому все вопросы, которые касаются каких-то споров, ну, наверное, в пост их надо просто снимать. И, знаете, у математики есть формула такая. От перемены местополагаемых сумма чисел не меняется. Ее можно применить везде. Вот вопрос у меня по поводу обстановки политической на Украине, поскольку они наши братья. Вот Яценюк ушел в отставку. Поменяется ли что-нибудь? Как вы думаете? Вы знаете, я не являюсь политическим аналитиком. Я не могу что-то по этому поводу компетентное такое сказать. Ну, Сергей, если позволите, я как раз политолог по образованию. Мало того, я пришел из иновещания на радиостанцию Радонич в свое время. К сожалению, ничего не поменяется. И мнения это не только наших коллег, весьма компетентных. Я очень не люблю давить авторитетами. Сударыня, к сожалению, не представлюсь, я называю вас так. При всем моем уважении к вам должен сказать, что, конечно, я вроде бы читаю по тексту вашего вопроса, поменяется ли, похоже, вы сами считаете, что не поменяется. Если я угадал, то вы правы. Ничего не поменяется по той причине, что господин Яценюк ничего не решает, что господин Яценюк назначенец госдепа США. Один раз он уже пытался сбежать с своей должности, был возвращен прямо из-за аэропорта, где сидел на чемодане, пытался пройти границу с таможней, улететь в те же самые штаты. Его прямо вернули оттуда, так сказать, за сольную машину, обратно на свою должность. Второй раз его пытались даже с трибуны стащить в прямом эфире в парламенте. Поэтому, ну, понимаете, стрелочник может быть один, другой, третий. Хозяин кукловод остается все тот же самый. Украина и правят иностранцы, она на внешнем управлении. Это очевидно. Ну, относительно того, что стоит, что не стоит обсуждать в пост, видите ли, вопрос об искуплении – это вопрос существенно важный для нашей веры. То есть, это не какое-то частное богословское мнение, которое можно без вреда для вечного спасения игнорировать. Одни считают так, другие – иначе это не проблема. Вот является ли Христос нашим искупителем – это вопрос все-таки важный. И то, что Церковь подчеркнула, что да, вот как свидетельствует Священное Писание, как свидетельствует апостол, Христос является именно нашим искупителем, который совершил наше искупление, это важно, это хорошо, и то, что Церковь это четко сформулировала, мы имеем основания этому порадоваться. У нас есть еще звонок. Да, добрый вечер. Вы знаете, я включила, наверное, не в самом начале передачи. Если можно, назвать документ, о котором идет речь, потому что действительно очень важный вопрос, хотелось бы ознакомиться с этим. Значит, называется он так. «Заключение Синодальной Библейско-Богословской комиссии по результатам рассмотрения и обращения верующих относительно спорных богословских воззрений профессора А.И. Осипова». И я еще раз отмечу, что это не документ, который направлен против Алексея Ильича. Там никаких, собственно, ему прещений не провозглашается, никаких нападок на него нету личных, а речь идет, но вот даже тут написано, «Синодальная Библейско-Богословская комиссия с уважением отмечает значимые положительные заслуги профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова в деле проповеди православия за многие годы его трудов на благо Русской Православной Церкви». То есть это документ, который разъясняет учение Церкви, а не нападает на кого-либо. Это не анафемы, не нападки никакие. Это именно разъяснение учения Церкви, и поэтому он очень важен и интересен. У нас есть еще один звонок. Алло. Да-да. — Здравствуйте. Это Иоанн с Подмосковья. Вы понимаете, вот сейчас идет пост, да? И вот программа была вещь или не была вещь, я не знаю, как вы пропускаете. Все это, поэто, все это дело. Ну, это я могу посмотреть, это самое редактор, писатели, я могу и телевизор включить, и все. Ну, что, неужели нет программ на это самое, включить на это самое, старый завет, новый завет? — Ну, вы знаете, есть программы, которые больше нравятся, вот именно вам, есть программы, которые больше нравятся другим нашим слушателям. У нас довольно разнообразная аудитория, и это хорошо, и мы очень рады, что в программе «Радонежь», все-таки вещания «Радонежь» каждый из наших слушателей находит что-то, что ему важно и интересно. — Сергей, если позволите, я нашему слушателю, именно из глубокого чувства уважения перед ним, отвечу в следующее. Иоанн, знаете, я, раб Божий Александр, как раз являюсь первым заместителем главного редактора, Ходинг, Градонеж, никогда не люблю так представляться, что на эфир это значение не имеет, но вы задали вопрос немножко административный, поэтому со всей серьезностью и открытостью. Вы, знаете, сегодня прошла у нас редакционная коллегия, и мы там почитали, что являемся самой, я бы сказал бы, духовной и религиозной радиостанцией по количеству передач, посвященных духовному содержанию. Могу вам даже дать точное процентное содержание. У нас 70% программ напрямую посвящены духовному смыслу, духовному содержанию, а именно писанием, святоотеческой литературе, толкованием со стороны батюшек, которых у нас в эфире, слава Господу, действительно бывает много в качестве гостей и ведущих. И только 30%, даже чуть поменьше, посвящено социальным темам, то есть детям, наркотикам, выставкам, различным проблемам, которые тоже, кстати, связаны с духовной тематикой, но не совсем напрямую, посредственно. Для сравнения, просто для вас, Спас, все-таки очень крупный телеканал, православный телеканал, имеет только 40% чисто православных программ по собственным подсчетам и 60% посвященных социальным темам, даже Великим постом. Поэтому, если вы хотите слушать Евангелие, у нас есть целые часы чтения Евангелия и толкования, и ночью, и днем, и утром. Так что посмотрите, пожалуйста, программы на сайте, если имеете доступ, вы увидите, сколько программ по духовному содержанию. Прошу прощения за пространный ответ, но иначе, наверное, я бы вас не убедил. Ну, вернемся, мы не сможем, наверное, подробно рассмотреть документ полностью, но вернемся к вопросу о вечности адских мужчиней, о том, что это следует рассматривать, как всегда рассматривал Церковь, как некую реальную угрозу, от которой нас пришел спасти Христос. И дело не в том, что, как вот обычно, когда проповедуют всеобщее спасение, что вообще никто не погибнет, все будут в итоге спасены, обычно говорят о том, что Бог бесконечно благ, и поэтому все спасены будут. Так дело не в том, бесконечно ли благ Бог. Бог бесконечно благ, и мы исповедуем веру в то, что его же благость безмерна, и человеколюбие неизреченна. Дело в том, что человек обладает свободной волей, и эта свободная воля есть некий неотъемлемый дар, его нельзя, он либо есть, либо нет. А это значит, что человек может сказать Богу некое окончательное нет. Человек может окончательно уйти во тьму внешне. Такой выбор можно совершить, поскольку у человека есть подлинная, реальная, неиллюзорная свободная воля. Вот нельзя одновременно утверждать, что у человека есть свободная воля, и что абсолютно все будут спасены. Потому что кто-то воспользуется своей свободной волей для того, чтобы окончательно отвернуть возможность примирения с Богом. И вот писание о такой возможности предупреждает, что можно погибнуть. Это реально совершенно. И очень важно, чтобы мы тоже ни от кого это не скрывали, потому что это реальная угроза, и от которой нужно спасаться. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Елена. С уважением к вам отношусь. Но вот я никак не могу понять, мне бы лучше, если бы вы пригласили Алексея Ильича, и те православные, которые там что-то написали, задали бы ему вопрос. Я думаю, что он бы очень быстро всех положил на лопатки, потому что у него такой мощный был духовник Никон Воробьев. И вообще, я его слушаю каждый вечер. Я ничего не имею против, но мне кажется, нужно было бы какой там документ, кто там что написал, его пригласить на радио, и чтобы он, вот какие у него претензии, он бы быстренько все объяснил, всего доброго. Я вас всех очень люблю. Благодарю вас за ваш звонок. Я еще раз подчеркну, что документ, который мы здесь упоминаем, он посвящен разъяснению учения церкви. Он не посвящен критике именно Алексея Ильича. Цель этого документа не в том, чтобы уязвить этого достойного человека, или как-то в него там камнем кинуть, нет, не об этом. Цель документа в том, чтобы разъяснить то, во что верит по всем затронутым вопросам церковь. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас. Виктор Рабожий, вот такой вопрос у меня. Согласны ли вы с таким утверждением священника Александра Ильича Нинова в его записях, ну, вы читали, наверное, между духовным ростом и многословием обратная пропорциональность. Легко и соблазнительно замена духовного напряжения болтливостью. В этом соблазн всякого учительства. Все. Ну, наверное, отец Александрович знает, о чем говорит, поэтому, естественно, я с этим согласен, с этим стоять его глубокий духовный опыт. Я, простите, Сергей Ильич, не согласен, я отвечу, как человек, ну, скажем так, все же на все сведущий эфира, младший, пчелленный, но тем не менее, вы знаете, я очень хорошо понимаю вашу позицию, но тем не менее, мы радиостанцы, поэтому поневоле, мы разъясняем, говорим, объясняем, хотя, наверное, лучше молчать. Всем, и вам, и нам, влез, встать на столб и молчать, молиться, как Семен Стопник, и все будет очень хорошо. Храни вас Господь. Вот. Ну, вернемся немножко к этому документу, который разъясняет, я еще раз это отмечу, разъясняет позицию церкви, и очень важно помнить о том, что мы все являемся учениками церкви. Мы следуем учению церкви. Вот там, где мы имеем дело с соборным разъяснением позиции церкви, там мы должны это просто принять. Вот. Если нам, ну, знаете, церковь, это не просто собрание неких людей, церковь, это все-таки организм, это тело, и если соборный разум церкви нам что-то говорит, то мы как члены церкви к этому просто прислушиваемся. У нас есть звонок, да, слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте. Я бы вот хотел присоединиться, я являюсь давнишним слушателем вашей радиостанции, очень уважаю вас, но относительно того, что Великим постом слушать хоровые песни, пусть распрекрасные наши, патриотические, там, Зыкина, Толкунова, мы их очень-очень любим, но во время Великого поста все-таки хотелось бы более богословских передач, поучение, молитву, чтение о качестве канона, разъяснении старого Ветхого Завета. Вот что мы, простые слушатели, очень бы хотели от радио Радонича. Спасибо большое за внимание. Ну, я думаю, что, конечно же, мы ваше мнение учтем, другое дело, что я вот не пою и не умею, и собственно, в последнее время и не пытаюсь, чтобы не уязвлять слух невинных людей. Сергей не ведет такие передачи. Поэтому это, наверное, все же скорее не ко мне. Это скорее ко мне вопрос. Чуть-чуть и то, не ко мне, но тем не менее, я просто вам скажу, вы понимаете, дело в том, что Великим постом, конечно же, неправильно, непромыслительно было бы слушать какие-то светские передачи, но бывают старые передачи эфира, бывают песни, наконец, хорошие, лирически задумчивые, никак не, боже упаси, у нас такого просто не бывает, как класс попса или что-то подобное. Все-таки есть литературные передачи, они сохраняются, жизнь, какая-то литературная жизнь, искусство идет и никак не противоречит основной нашей линии. Прошу прощения, я повторяюсь, но еще раз вам скажу, у нас 70% программ исключительно духовного содержания, но до этой цифры не доходит ни одна религиозная радиостанция. Прости, господи. Вот у нас есть телефонный звонок, да, слушаем вас. Простите, я еще раз звоню, просто мне очень хочется прочитать этот документ. По поводу искупления у меня, ну вот, к сожалению, нет полного такого понятия, поэтому вы скажете, что это мнение церкви, где его можно найти? Называется это заключение синодальной библейско-богословской комиссии по результатам рассмотрения обращений верующих относительно спорных богословских воззрений профессора А.И. Осипова. А где найти его? Просто наберите в поисковике, я думаю... То есть он в интернете есть уже? Да, он в интернете висит, да. Я подтверждаю, я его вижу тоже на своем экране, он существует вполне. И очень хорошо, что этот документ появился, и еще раз, мне еще просто советую всем его прочитать, там он очень мягкий, он очень деликатный, и он, знаете, он такой позитивный, то есть он не настроен на то, чтобы на кого-то напасть, кого-то изругать, на кого-то наехать. Это документ, который содержит прежде всего позитивное разъяснение учения церкви. И нам всегда нужно прежде всего прислушиваться именно голосу церкви. У нас есть звонок, да, слушаем вас? Алло, здравствуйте. Хотел бы, ну, как слушатель тоже радиостанции, поблагодарить за все выпуски ваши, то есть за все передачи, точнее, и хотел бы попросить, вот просто вынуждаю даже звонить, не учитывать мнения такие частные людей, поскольку я, например, тоже слушатель Радонеж, и меня нравится и эта передача, и многие другие, в том числе и музыкальные даже, даже и постом, поэтому вот такое мнение. Ну, что ж, большое спасибо за ваш отзыв, и мы высоко ценим мнение всех наших радиослушателей, вот нам каждый наш слушатель очень дорог, и те, кто нам звонят, и те, кто нам не звонят, те, кто нас слушают, так сказать, молча, нам все наши слушатели очень дороги, и, знаете, за время, когда существует радио Радонеж, я думаю, там целое поколение уже выросло людей, я помню, как лет 20, много назад, 25 уже, наверное, лет назад, я слушал, еще будучи неверующим человеком совершенно, я слушал Радонеж при помощи такого маленького транзисторного приемничка, это было одно из моих первых вообще соприкосновений с православием, там первый раз я услышал голос священника, это был отец Артемий тогда Владимиров, а вот первый раз я услышал голос священника, именно благодаря радио Радонеж, это было 25 лет назад, и Радонеж, это вот множество людей, которые нас слушают, и каждый из этих людей нам очень важен и дорог, у нас есть еще один звонок, алло, да, да, алло, здравствуйте, это, простите, пожалуйста, это Людмила из Подмосковья звонит, я уже почти 25 лет слушаю Радонеж, звоню первый раз, вот, ну так вот получал, все больше слушал комментарии, но в данный момент, вот мне хотелось бы сказать, рассказать такую маленькую, маленькую такую историю, у меня был очень близкий друг, такой, когда-то мы изотейками занимались, когда началась вся эта перестройка, вся эта каша, месила, потом я ушла, значит, в православие, уже четко, определилась, ну еще пыталась что-то в этой группе, что-то предпринять, что-то рассказать, им об этом, ездил, в поездке, все рассказал, вот, и там был один человек, вот такой замечательный, до сих пор его очень люблю, он бывший фронтовик, даже, ну, личность просто уникальная, и вышли очень часто на эти системы, у нас, он там сам научный работник, умница большой, и вот он там, все восточные теории, всякие такие, вот, ну, человек этот оказался при смерти, и когда мы с ним разговаривали, уже незадолго до его смерти, он говорит, и он меня как аргумент привел, а ты говори, ты как относишься к профессору, я говорю, я его очень люблю, он меня просто близкий, родной человек, я его слушаю всегда, и вот, он говорит, ну вот, а вот говорит, что, ну, все спасутся, и любые пути там, все хороши, типа, ну, грубо говоря, простите, вот так вот, Вера, она, был бы человек хороший, вот, типа, вот такое, и вы знаете, как он утвердился в этом, и даже пришел к нему батюшка, два с половиной часа разговаривал, с него дождал, со слезами на глазах, и отверг искать, отверг покаяние, и все равно, я говорю, что все пути, вот так все, и он ссылался именно на профессорусь, хотя я люблю, и каждую субботу слушаю, я не хочу его ни в чем обвинять, но в некоторых вопросах, все-таки мы тоже все можем где-то заблуждаться, мне кажется, вот, простите меня, пожалуйста, но вот эта вот болезнь у меня, боли на сердце, она так вот осталась, поэтому человеку ушедшему, ну, так и не покаянешься, что он утвердился вот в этом. Действительно, очень важно, чтобы, знаете, вот как поэт сказал, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и тут, конечно, тут сам человек еще делает свой собственный выбор, но церковь, вот, напомнила свое вероучение, что мы спасаемся, конечно же, верой в нашего искупителя, Господа нашего, Иисуса Христа, верой в то, что Он умер за грехи наши на кресте, верой, которая проявляется в том, что мы присоединяемся к церкви, приступаем к таинствам, храним заповеди, и Слово Божие в качестве пути спасения предлагает нам именно Иисуса Христа, там, не говорится о каком-то множестве путей, Христос говорит, есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. У нас есть еще звонок, звонок, да, слушаю Вас. Алло. Да-да, здравствуйте. Сергей Львович, я вот с удовольствием слушаю Вас и жертву на радио Радонеж, сколько могу, но вот у меня такой вопрос, почему радио Радонеж не помогает патриархия? Ведь это очень важно, православное вещание, а Вы обращаетесь только к нам. я просто не знаю, к сожалению, я только радио ведущий, вот я совершенно не в курсе финансовых дел. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы действительно ценим то, что Вы делаете для нас. Как правильно говорит главный редактор нашей радиостанции, Бульчук Николай Владимирович, мы живем только Вами, ну, так оно сложилось, наверное, есть различные ипостаси. Мы православная радиостанция, мы радиостанция Братства Радонеж, то есть православных людей, глубоко верующих, которые собрались и в свое время так решили нести Слово Божие, как умеем, как знаем, пригласили батюшек. Поэтому еще раз могу только низко поклониться Вам за Вашу симпатию. И у нас есть еще один звонок. Алло? Да, да, я слушаю Вас. Извините, пожалуйста, я знаете, почему хотела вернуться опять Косипову, уважаемый? Дело в том, что в лучшие времена все время каждую неделю в две недели раз, течение часа он вел передачу по радио Радонеж. Почему его сейчас не приглашают? Он есть по-прежнему, простите, ради Бога. Вы знаете, я еще раз бы обратил внимание на сам документ. Вот он очень сбалансированный хорошо. Документ посвящен не тому, чтобы нападать на Алексея Ильича Иосифа. Он совершенно не об этом. Документ посвящен разъяснению позиций Церкви по ряду богословских вопросов. Вопросов действительно важных. И думаю, что нам важно обратиться именно к учению Церкви, к его позитивной части, к тому, что Церковь нас учит относительно искупления, относительно эйфористы, относительно крещения младенцев и тому подобного. Вот мы должны быть благодарны за то, что нам еще раз напомнили учение Церкви. И поэтому думаю, что мы должны именно на вот эту позитивную сторону смотреть. Потому что документ он для этого предназначен. Он не носит какого-то такого воинствующего характера. Он просто разъясняет учение Церкви. У нас есть еще звонок, слушаю вас. А вот я просто не договорил, еще хотел про профессора Алексея Ильича сказать свое мнение как бывшего безбожника еще полтора года где-то назад. Во-первых, хотел бы сказать еще про то сообщество, которое я уверен практически, которое написало это письмо. Я с некоторыми из них общался и изучал их сайты, потому что клевете, я по-другому бы это никак не назвал, именно на Алексея Ильича посвящены целые сайты, где просто я изучал их материалы, просто вырывается из контекста то, что говорит Алексей Ильич. Ну, можно сказать уже то, что его слова просто перевираются и просто такой информации клеветнической я при этом никого не осуждаю, я как бы за этих людей призываю только молиться, но при этом они действительно клевещут на него и я уверен, что вот этот ответ патриархии его будут использовать именно опять же как бы с той целью, чтобы клеветать на Алексея Ильича поскольку, поскольку будут просто, ну, людям, которые ну, не будут разбираться в этом, они просто будут говорить то, что вот, патриархия тоже Алексея Ильича осудила, там, еретик, и хотел бы еще сказать, то, что, ну, эти люди, как бы, они просто там никакого уважения даже нет, вот, поскольку, поскольку я вот был когда безбожник, и, на прости господи, да, за слово, то есть попов, попов на тот момент, они для меня попы именно, я бы их никогда бы не слушал, а вот Алексея Ильича, я его постоянно как бы слушал помаленечку, и в какой-то мере, да, в большой мере даже, вот, пришел к православию, к пониманию православия, и я бы хотел сказать, что этот человек, он просто уникальный, вот именно для безбожных людей, которые вот, и его помаленечку слушают, а вот, ну, как бы, священников мало слушают, а вот, ну, вот, как отец Ильич, слушают. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что вот этот документ, вот это церковное разъяснение, оно не про то, вот совсем не про то, что Алексей Ильич плохой, нет, не об этом оно, там вот не в этом его цель совершенно, оно содержит разъяснение позиции церкви по ряду важных вероучительных вопросов. Именно в этом качестве мы и хотим привлечь ваше внимание к этому документу. Я хотел также уточнить то, что последний раз профессор Осипов один из последних разов у нас был в эфире 31 марта, то есть мы регулярно ставим его лекции, продолжаются они у нас час, это при том, дорогие братья и сестры, что, опять-таки, вынуждены рассказать вам о редакционной политике, в принципе, по стандартам радиостанции мы не ставим более полчаса передачи, но ради Алексея Ильича мы делаем исключение, он всегда длится у нас час в эфире целыми лекционными курсами. Ну и, конечно, никаких обвинений в ересе документ не содержит. Потому что обвинение в ересе это очень серьезное обвинение, и оно не выдвигается, его там нету. Там есть именно разъяснение учения церкви, именно вот в позитивном плане. И вот это, кстати, очень важно, чтобы в любых наших каких-то беседах, разногласиях мы старались искать, в чем состоит именно позитивное учение церкви, в чем оно содержится. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас. Алло. Да, да, вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, это новое что-то, вот этот документ этот, он когда вообще появился? Он, ну, вот он буквально сегодня появился. Это заключение Синодальной библейско-богословской комиссии по результатам рассмотрения обращения верующих относительно спорных богословских воззрений профессора А.И. Осипова. Я знаю, что по этому поводу в интернете были уже немалые препирательства. И этот документ церковный, он выпущен не для того, чтобы эти препирательства подогревать как-то, он как раз выпущен для того, чтобы разъяснить позицию церкви и вопрос закрыть. Потому что вот по ряду вопросов вероучительных, богословских документ содержит официальное разъяснение того, во что верит православная церковь. В этом отношении он нам очень важен и интересен. И никаких анафем, никаких объявлений, кого бы ты ни был еретиком, там просто нету. Дорогие братья и сестры, напомню еще раз, что в эфире радиостанция Радонеж идет авторский час Сергея Львовича Худиева. Мы сейчас обсуждаем ряд тем, прежде всего вот этот документ по поводу Алексея Ильича Осипова, его позиции. А вы можете звонить нам по телефону 8495-959-5939. У нас есть еще звонок. Да, слушаем вас. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Меня зовут Олег. Вы знаете, я где-то минут 30, наверное, с небольшим слушаю этот эфир. Может быть, вначале пропустил момент. Но вот я хотел бы вас попросить. Вы не могли бы зачитать хотя бы кратко, хотя бы какой-то небольшой отрывок из ответа патриархии, для того, чтобы мы все, вот кто сейчас не имеет возможности документ увидеть, понимали хотя бы его формат, ну и кратко вот... Ну вот, читать его долго, но там есть четыре пункта о вечности адских мучений, о восприятии Христом первородного греха, о догмате искупления, о таинстве Евхаристии и, я ошибся, пять все-таки пунктов, о крещении младенцев и значении таинства крещения для спасения. Во всех этих пунктах дается разъяснение относительно того, во что здесь верит церковь. А вы же зачитывали в начале сервисового пассажа. Да, я собственно зачитывал отрывок, касающийся искупления, и я еще раз советую просто в интернете этот документ найти, он в интернете уже во многих местах висит, и он как раз очень неконфронтационный, он как раз не... Там речь не идет о том, чтобы на кого-то нападать, кого-то обзывать еретиком, там нет, там как раз очень очень хорошее, очень спокойное, очень благожелательное разъяснение того, во что верит церковь, и здесь никто не... никто никого не уничижает, не гонит, и еретиком не обзывает. У нас есть еще один телефонный звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, вас слышим. Здравствуйте. Я хочу высказать по отношению к Осипову. Осипов это Высоцкий, понимаете, это народный наш батюшка. Как написано в этом самом документе, вот у меня перед глазами сейчас, Синодальная Библейско-Богословская Комиссия с уважением отмечает значимые положительные заслуги профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова в деле проповеди православия за многие годы его трудов на благо Русской Православной Церкви. То есть надо в этом отношении с Вами Библейско-Богословская Комиссия совершенно не спорит. Там о другом совершенно речь. Слава Господу. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Восхищаюсь Вашим терпением. И хочу сказать, что вот эта вот поленика возбужденная такая мне очень напоминает историю на Украине, когда люди не зная самого документа вот этого вступления в ЕС загубили свою страну вот такими выступлениями ничего не понимая еще ничего не прочитав и вот это вот тоже какая-то странная такая полемика очень-очень разочаровывает. Ну я действительно советую всем ознакомиться с самим текстом заключения и я когда его прочел я очень порадовался потому что текст абсолютно не агрессивный он абсолютно не полемичный это просто такой справочный текст в котором разъясняются взгляды церкви на теле иные проблемы и это очень хорошо знаете просто для того чтобы мы знали нашу православную веру в чем она состоит во что верит церковь во что верит церковь относительно спасительных деяний господа и многих других важных предметов у нас есть телефонный звонок да слушаю вас добрый вечер паспорим и диким вот можно вопрос немножко на другую тему на современный последний это сказать день вот сейчас известно что 4,5 миллиона у нас силовая структура составляет вот сейчас создается национальная гвардия которая будет исполнять функции некоторые функции полиции будет документы и так далее разгонять митинги вот ваше отношение к созданию и значение этой структуры извините за вопрос спасибо за внимание вы знаете я не разбираюсь в вопросах организации вооруженных сил или вопрос поддержания порядков государства поэтому я просто не берусь оценивать все новости знаете я могу только одну вещь уточнить для нашего слушателя действительно очень трудно тем что ваш эфир заметьте вот насколько вы популярны простите я вам не кажу фемиум звонят люди которые интересуются политикой но параллельно слушают вас если очень кратко потому что времени мало осталось в эфире скажу вам мне ради бога простите но все таки 4 миллиона цифры завышены вдвое у нас армия стали трону миллион я вам говорю вполне профессионально как выпускник военно-дипломатической академии у нас около миллиона находятся в силовых структурах включая МВД и частноохранные ЧОПы то есть 2 миллиона на страну размером с континент размером с Африку это включая погранцов и так далее и тому подобное национальные гвардии не преследуют интересов которые преследуют ОМОН представьте себе что у нас справляется с олигархами шнадо каким-то образом обеспечивает безопасность территориальную целостность внутри страны терроризм сплошной и просто я заканчиваю это пространное выступление сравните с западноевропейскими структурами во Франции то же самое есть жандармерия помимо полиции помимо гражданской полиции муниципальной вот она занимается теми же самыми интересами прежде всего это борьба с терроризмом на местах но и с олигархическими криминальными структурами я вот что хотела спросить ведь эти взгляды Алексея Ильича они 10 и 15 лет там назад были известны и как-то подозрительно именно сейчас после встречи патриарха с папой пошла волна на Осипова ой вы знаете волна шла очень давно очень давно я вот просто наблюдал эту полемику сколько я себя помню вот я пришел когда в церковь она уже была и то что ну сейчас просто настояли на том чтобы был какой-то сформулирован ответ поэтому то что полемия разногласия какие-то были уже очень давно это несомненно это не не является чем-то недавним я думаю что в интернете очень легко найти полемику которая велась вот ну очень очень долго очень задолго до каких-либо встреч патриарха с папой так что я не думаю что это как-либо связано еще и звонок да слушаю вас здравствуйте Сергей Львович вот у нас сейчас цирк большая и людей много и действительно вот вопрос какой орган является помимо там какого-то журнала московской патриархии какой орган СМИ является органом радиостанции или я не знаю про телевидение не хочу ничего говорить я не смотрю но на радио какой орган отражает официальную точку нашей церкви чтобы можно было обратиться с любым вопросом вот не так как допустим вы что-то вы знаете зачем-то вы следите зачем-то вы не следите и ваше мнение это частное это ваше личное мнение а вот ответственное мнение чтобы было церкви вот мы церкви это все равно общественная организация мы приносим там какие-то свои деньги на требы на записки на книжки на где есть установленная такса на церковь которая идет так вот из этих средств может церковь московская патриархия выделить на радио допустим в рамках вашего общественного родовещания вы знаете от лица церкви говорит поместный собор патриарх вот по тем вопросам которые ради которых вот не созывается собор что касается именно средств массовой информации то конечно в них работают люди которые высказывают более-менее свои частные мнения конечно же то что я говорю является моим частным мнением это вне всяких сомнений так официально то что говорится от лица церкви это говорится прежде всего патриархам по местным соборам вот я бы так сказал ну вы знаете я Сергей слышал в вопросе матушки еще как бы один суба вопрос или под вопрос это если такое ответственное слово прозвучало эпитет правильно был наверное потреблен по своему правильно орган который бы четко разъяснил бы все и сказал бы вот так вот направо налево дело в том что жертва которую вы приносите и требы это же священники которые работают на благо вас и никакого отношения это к каким-то налогам церковным радиовещания не имеет ну я могу назвать им телеканал спас допустим который так или иначе выражает официальный позит церкви или патриархия.ру в интернете ну там вы просто знаете новости и какие-то вообще естественные документы а мнение любого священника всегда канонически выдержано в стиле того то что думает русская православная церковь московская патриархия и у нас на радиостанции Радонеж постоянно в эфире священники более 15 постоянных ведущих так что извините каждый раз мне сказать какое-то свое мнение своего отца Дмитрия Смирнова своего отца Андрея Ткачева своего архимандрита Милхи Садека и все они естественно выражают полифонично общее церковное мнение я не думаю что мнение Сергея Ильича Ходиева хоть он не был очень саном во многом не отражает каноническую позицию и идет в разрыв с ней ну я очень надеюсь что не идет хотя конечно это мое частное мнение ни в коем случае не облечен как любого человека полномочиями именно вот авторитетно что-то от лица церкви заявлять но время наше уже подходит к концу мы очень надеемся что вы останетесь на нашей волне до свидания всего вам доброго храни вас Господь что-то от лица церкви что-то от лица церкви то лица церкви